Снова приветствую на канале всех любителей японского денима. На обзоре у нас сегодня джинсы от Samurai и в частности трехтысячная модель. Трехтысячную модель мы с вами уже рассматривали ранее, но в данном случае мы можем что-то возможно добавить, плюс картинка немножко получше, поэтому я решил сделать этот обзор повторно. Вкратце, для тех кто не знает, Samurai джинс придерживаются такой философии, что они стараются совместить классические детали рэпро от американского исторического наследия с самобытными японскими деталями и также они делают упор на свой авторский деним, который совершенно не похож на винтажные образцы. Если вам интересно классическое рэпро с воспроизведением старых вещей, то наверное это все-таки не в сторону самурая, скорее в сторону там Sugarcane, Full Count или TCB. Так что самураи они немножко по-другому, у них больше упор на самобытность. Трехтысячная модель представляет из себя прямой регуляр фасон, прямой широкий регуляр именно в представлении сороковых годов второй мировой волны. Это тогда была рабочая модель. Вот, давайте смотреть, что из себя представляет деним. Как уже говорилось ранее, то есть деним здесь полностью авторский. Здесь используется 17 унций на квадратный ярд деним, который называется Zero. Он очень фактурист. Если вы посмотрите, здесь бугры, неровности. Есть как поперечные, так и продольные фактуры. Есть нэп элементы, вот такие вот вкрапления. И этот вид денима у сумрай джинс, который достаточно, наверное, быстро приобретает фейдинг для тех, кому это важно в первую очередь. И, как всегда, постараюсь сравнить. Вот, например, сравним мы с денимом 19 унций кивами от 710 модели, которую я тоже ношу. Вот, например, деним 19 унций кивами. Он имеет чуть более светлый оттенок индиго, более проглядывающую, уточную светлую нить. Здесь она меньше проглядывающая. Нет неап элементов и фактура у киваний в большей степени вертикальная. Если здесь, мы можем видеть такой более хаотичной слабе, чем на 710 модель 19 унцевый кивами. Поэтому, если вы имеете одни джинсы самурай, наверняка вы захотите когда-нибудь попробовать и другой тип денима. Потому что они ведут они себя совершенно разные. Да, они из пакета уже сильно разные. Давайте смотреть теперь по деталям. Сразу скажу, что это последний выпуск LOD24 джинсов самурай, когда они еще выпускались со старыми деталями, с контрастными арками и redtab. На патче, как всегда, изображены самураи. То есть полная луна означает, что это широкий фасон. Совсем маленький полумесяц, это на моделях поуже. Вот redtab с названием самурай с серебристыми заглавными буквами. И арки. Обращу внимание, что арки нанесены краской. Для тех, кто не знает, в середине 40-х годов 501 модель Levi's исполнялась предельно экономично. Там тоже арку наносили краской, потому что на всем экономили во время войны. И здесь тоже. То есть арка должна со временем стираться, должна вымываться. Это как бы естественно ее состояние. То есть это все нормально. Если убираете трехтысячную модель, вы, скорее всего, понимаете уже все эти особенности. Центральная шлевка выполнена со смещением. Ну, как вот люди, кто интересуется реально винтажными джинсами в Японии, они говорят, что да, вот в исторических джинсах вот такие вот вещи были. Нередко просто достаточно грубо это все нашивало. Потому что тогда это были рабочие джинсы. Сейчас это уже предмет хобби, предмет эстетизирования вот этих вот всех деталей. То есть все это уже совершенно по-другому воспринимается. Это уже не утилитарная вещь, а вещь как бы для наслаждения вот этим всеми нюансами и деталями. Самурай использует хлопковые нити. Они не столь порошечные, как поликатоновые нити. Хотя у меня никаких особых проблем с джинсами самурая никогда не было. Хлопковые нити также будут выцветать. После усадки они будут морщить швы и стягиваться. Они достаточно прикольные. Я, например, люблю больше хлопка, чем поликатон. Касательно деталей с фронтальной части. Вот мы сразу видим, на монетном кармашке отсутствуют заклепки. На исторических джинсах так тоже делалось, потому что тоже экономили металл. Здесь кромка. Подогнут. Это тоже на исторических джинсах так оно было. Пуговицы пончиком. Но они и на исторических джинсах тоже были в таком стиле. Здесь символика сакуры. Это все. Это уже японские мотивы. То есть совмещает самурай здесь. И V-образной строчки в данном случае не было. Потому что видимо они базировались на каком-то старом винтажном экземпляре, где вот так было сделано. Точно так же не доведена умышленно строчка до конца цепного стежка. Потому что здесь очень плотный. В исторических реалиях иногда машины не пробивали. То есть самурай, конечно, имея такую возможность, они специально сделали вот это как дань к прошлому. Уток, кстати, тоже видна вся неоднородность ткани. Все это достаточно красиво. И очень красивая такая яркая красная мешковина кармана. И здесь всегда присутствует нашивка с названием самого денима. Здесь 17 унцевый деним Zero. Кромка в этой серии всегда полетена красная и серебристая нить. Как некоторые энтузиасты говорят, стилизация под открываленную катану. Ну, так это или нет, производитель ничего не говорит. Так что по дениму вообще шикарнейшие джинсы. Если вы ищите именно репро фасон, вот такой широкий, просторный, с весьма таким фактуристым, нерядовым денимом, то 3000 самурай отличный. Сейчас вот, честно говоря, я сам некоторое время от такой классики отошел. Больше любил слимовые штаны. Сейчас я снова люблю опять вот широкие, вот такие прямые. Так что все меняется, все иногда переоценивается. Так что, как всегда, смотрите обзоры, читайте текст. Я там иногда больше даю данных. Носите хорошие джинсы, носите хорошие вещи. По мере сил будут делиться с вами информацией. Всегда благодарю тех людей, которые присылают мне вещи на обзор. Без вас некоторые обзоры бы ни в коем случае не состоялись. Так что спасибо всем, кто смотрел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok